Прошли века, прошли тысячелетия, но то, что Иисус сказал о законе Моисеевом, оно справедливое в отношении пророков. А что Он сказал о законе Моисеевом? Скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона придет, да? Евангелие от Луки, параллельный текст Нагорной проповеди, Евангелие от Матфея, только там ни черта, а йота. После того, как Спаситель явился Моисским путником, согласно Луке, да? А когда они шли по дороге и не узнали его, Он объяснял им Писание, идя по дороге, а сердце в них горело, как они потом признались. А потом Он явился в Иерусалиме всем ученикам, помните? И что упрекал их, порицал их неверствие, неверствию их, и говорит, так должно было исполниться все сказанное мне в законе и пророках и псалмах. Перечисляет все три раздела Еврейской Библии, три раздела Танаха. Закон, Тора, пророки Навиим и псалмами он называет раздел Писания, потому что псалмы главная книга этого раздела, первая книга, книга открывается, раздел Писаний, третий раздел Танаха. Пророки актуальны всегда, и они актуальнее, чем свежая утренняя газета, чем выпуск теленовостей. Если мы хотим узнать не что произошло, кто там куда ракету запустил или какие там испытания провели в Северной Корее, а хотим узнать суть событий, духовное объяснение того, что происходит сейчас, то мы должны обратиться к пророкам, у них про все это уже есть. Не значит буквально там с именами и датами и цифрами, а суть этих событий, суть происходящих событий, эсхатология. Эсхатология библейская, это прежде всего эсхатология пророков. И насколько актуален пророк Асия. Пророк Асия, когда мы его читаем, может ли помочь нашему духовному состоянию, улучшить наше духовное состояние, помочь нам преодолеть духовные соблазны и искушения? Может. Потому что мы состоим в завете с Богом, мы вступили с Ним в завет, да, на основании искупительной жертвы Христа. И церковь, и мы все в церкви находимся, церковь – это невеста Христова. И вот эта супружеская метафора, она может быть развернута и применена для объяснения наших духовных реалий, нашего духовного состояния. Разве у нас не бывает сегодня, в наши времена, подобных духовных искушений религиозным синкретизмом, суевериями, двоеверием или откровенным фетишизмом? Сколько угодно. Ну, примеры, я думаю, каждый из нас может вспомнить и привести, как православные христиане могут в наши времена заниматься суевериями, воздавать религиозные почести тому или чему их воздавать совсем не нужно. Религиозный синкретизм в нашей церковной жизни тоже порой присутствует. И духовенство, и церковь с этим всегда боролись и борются, да? И не только в переносном смысле. Бог их чрева там или сребролюбие, там, называется идолопоклонством. А и в буквальном смысле ведь часто приходится наблюдать идолопоклонство и двоеверие, и суеверие, все, что угодно в нашей церковной среде, среди церковных крещенных людей. Поэтому здесь осия остается актуальным, как и все другие пророки. Продолжение следует...